Радио Минск. Объяснительная. Рубрика «Объяснительная», которая принесет миломанам, настоящим поклонникам металла и легкого глэма, я бы так назвал. И любителям интересных музыкальных документальных фильмов, тут тоже нужно это учитывать. Да, пригласительный в кинотеатр «Центральный» на фильм «X-Japan», «We are X». Очень интересный фильм, посмотрите хотя бы трейлер и сами решите, идти вам или нет. Я думаю, что решите идти, Виталий Владимирович, когда этот трейлер посмотрел, он сразу заинтересовался группой, сразу полетелся в интернете, что-то про них читать, там массу информации нашла. Где находится Япония, хоть узнал. Даже музыкальную редактора подключил, проверял его потом, мол, знает ли он такую группу. Да. Оказалось, знает, ничем его не удивишь. И плюс еще в субботу, 17 февраля, посмотреть на две персоны. Приятного просмотра написано. Ну, а как он может быть иначе? Для того, чтобы получить пригласительный и отправиться в кинотеатр «Центральный», вам нужно сейчас правильно разгадать определенное слово. Вот вчера съездили в офис, можно сказать, офис, наверное. Да, в здании МЧС города Минска. Такие прекраснейшие люди, мы рассказывать будем постоянно, так интересно объясняют, такие интересные у них есть истории. У них там музей огня, у них там старые какие-то даже костюмы, как раньше были. То есть там и музей. Потом чуть дальше проходишь, рассказывают, как живут. Они нормативы сдают спортивные всегда. Это не то, что пришел там, за компьютер сел и все. Единственное, что Виталий Владимирович рассчитывал увидеть там шест такой, как в охотниках за привидениями, по которым они съезжают на вызовы, но не нашли. Такого вообще сейчас, наверное, даже ни в одном пожарном вот этом вот Минске не осталось, что со второго этажа спускались. Но так спускаются они быстро, они же сдают бег там, поэтому они бегают быстро. В общем, сейчас сотрудники МЧС будут объяснять вам какое-то слово, вам нужно будет догадаться, что же это за слово такое, про которое они рассказывают, и насказательно на 924.0 прислать свои варианты. Если окажетесь первым, правильно распознавшим нужное слово, ключевое слово, получите пригласительный в кинотеатр «Центральный». Итак, о чем идет речь? 924.0 Самым теплым он считается в Альпах. На нем выполняют тулупы, аксели, риттбергеры, луцы, а еще флипы. Он бывает сухим, аммиачным и метановым. Рыбаки-любители проверить на прочность еще это. С молодости, со школьных лет фильм был про двух пингвинов-млекопитающих, которые весь фильм, наверное, часа полтора идут и бесконечно разговаривают о жизни. То есть воплощение холода двух пингвинов. Из него строят свои жилища инуитские племена. Женщины обычно с этим сталкиваются, когда размораживают холодильник. Водители отшкребают обычно это от стекла, когда ночью хорошенечко подморозит. H2O в твердом состоянии. Ну вот практически все, что можно было об этом рассказать, вам рассказали знающие люди. Так вот, что это такое 9240? Ждем ваши ответы. Пока послушаем чеби-чекера. Объяснительное. Подводим итоги. Мы загадывали слово, и сейчас мы назовем это слово было лед. Лед. Слово простое, трехбуквенное. Лед ням-ням, да? Ням-ням. Хрусь-хрусь. Да, ну не нужно, не нужно лед, особенно на каких-нибудь водоемах, хрусь-хрусь делать. Пусть он себе тихонечко лежит. Да, никому не мешает. Тем более сейчас температура такая за окном, что на лед лучше не выходить. И не нужно. Сотрудники МЧС об этом знают не понаслышке. Спасибо всем за правильный ответ. И сейчас мы еще раз послушаем объяснение, как МЧС-ники рассказывали про лед. И назовем три цифры в номере нашего слушателя, кто отправится в компании приятного человека, возможно, на просмотр кинофильма «Икс Чепен». Итак, вот какими словами лед описывали спасатели. Самым теплым он считается в Альпах. На нем выполняют тулупы, аксели, риттбергеры, луцы, а еще флипы. Он бывает сухим, аммиачным и метановым. Рыбаки любители проверить на прочность еще это. С молодости, со школьных лет, фильм был про двух пингвинов-млекопитающих, которые весь фильм, наверное, часа полтора идут и бесконечно разговаривают о жизни. То есть воплощение холода двух пингвинов. Из него строят свои жилища инуитские племена. Женщины обычно с этим сталкиваются, когда размораживают холодильник. Водители отшкребают обычно это от стекла, когда ночью хорошенечко подморозит. H2O в твердом состоянии. Вот редко запоминаешь фамилии или имена людей, которых записываешь на объяснительный, но всех вот помнят даже по именам, кто участвовал, и по фамилиям, в частности, интересный случай. Про пингвинов рассказывал человек, у него фамилия Капитан. Он раньше был Капитан-Капитан, сейчас Майор-Капитан. Довольно интересно. Вообще интересные сами по себе люди. Да, вернемся еще к ним в других объяснительных. Ну а сейчас же результаты. Кто первым лед прислал? 4-7-4. На эти цифры заканчивается номер нашего слушателя. Мы вас поздравляем, сейчас совершим телефонный звонок, расскажем, как забрать пригласительный в кинотеатр Центральный. А для всех остальных Синдерелла, Джипси Роуд.